Я ему сейчас пишу, не кричал, товарищи, делегаты, меня на свет не пускают, он с нами все три дня был, четыре дня был, понимаешь, я говорю во имя любви к Сашу Самохину надо его менять, менять, для него идет воздействие, так руководимо, Александр Самохин и им руководят. Сережа Пузанков, он очень хороший человек, я сначала думал, что много его, думаю, заносит, но он просто концептуально мыслит, я вижу, что он идеологически очень круто подкован и по книгам, и по историческим событиям, поэтому, да. Я думаю, что когда мы Марине на президентскую выборы документы возили, нас было шесть человек, четыре женщины, одна из Кавчега, Катя, Марина, Лена из Москвы, я, четыре женщины было, и два мужчины, из Калининграда Александр и Ермаков, и Сережа Пузанков, нас было шесть человек, понимаешь, ну не просто Пузанков с нами ходил, не простой человек, значит. Почему нас не пропустили Марину? Потому что мы, ФКС, приняли от съезда 9-го вечером, 9-го на РВШ вечером проводить съезд, а 9-го надо было уже извести в Центральную избирательную комиссию, что у нас съезд будет 11-го, а я его только уведомила 10-го. Я ездила в цикл, за мнение отводила, там очень затянул. А в чем, ты меня виновата? Она заставила каждого, каждого регионального представителя 2,5 тысячи подписей, чтобы они собрали. Это называется шантаж. Она их шантажировала, чтобы они отказались. Она говорила, чтобы координаторы собирали по 2,5 тысячи подписей за копенки, ну а на самом деле их не надо было собирать, правильно? Их нужно было не собирать. Цель была, цель была, не выбрать председательную выбору. Цель была взять микрофон на письмо. Но я понял, выступить на дебатах, понятно. Получается, на данный момент ситуация какая? Коротко. Сразу сказал, что это захват власти. Что ты говоришь-то? Кем захват власти? Все подтвердил. Через Самохина налицо вообще нарушение устала и партийной дисциплины. По-любому. По-любому. Нарушений по мелочи очень много. То есть это, в принципе, граничит с должностным преступлением. То есть я хочу сказать, что Александр Самохин вполне возможно высокой вероятности взять на преступника. Раньше за это расстреливали, вообще-то. Ну расстреливать его никто не будет, конечно, я понимаю, но удалять его надо. Он себя скомпрометировал. Хотя бы даже вот теми фактами, которые сейчас Светлана выразила. Если мы идем к вечевому правлению, как мудро заметил Николай Падей. Давай без дифферамбов по теме. Так это надо же не только на словах. Он же там тоже о вечевом правлении. Я послушал, я весь Хес послушал две части. Все две части внимательно послушал, да? Там он говорит, что мы идем к вечевому правлению. Так если мы идем к вечевому правлению, надо сразу это вечевое правление проявлять. То есть противоречия масса. Очень много суеты от него исходит. То есть самое главное для вечевого правления, это то, что если вечевое правление, то это народовластие. Членов партии не может, как сейчас в уставе ввели у нас, что ФКС может удалять членов партии. Да это вообще бред. Такого не должно быть. Региональные отделения принимают членов партии и удаляют их тоже в общем собрании, в общем голосовании. Вообще я бы вот нахожу в этом думке вообще. Это что, народ забыдло что ли держит? Что people схавают? Такого никогда не было. То есть это вообще народ прет, кто там стоит за этим, просто буром прет. То ли это проверка, то ли не знаю. Вообще у меня была мысль сделать независимую экспертизу вот этого видеозаписи съезда специалистов. Есть же специалисты, которые четко тебе дадут, сделав анализ, результат. Потом вот этот момент очень важный, когда сказали, что нужно отделить родовые поместья от идеи «Звенящий кедр России». Он подводит к тому, что родная партия не придерживается идеи книг «Звенящий кедр России», из которых она сама же и вышла. А она теперь придерживается только идеи «Родовые поместья». Сама по себе идея без книг «Звенящий кедр России», она не имеет никакой идеологической базы. То есть вся идея родовых поместья, она идеологически стоит на книгах «Звенящий кедр России». От первой страницы до последней, все девять книг. А он хочет просто эту идею отделить, то есть саму тему родовые поместья отделить от книг. Я бы сказал, не только он хочет, он не один. Группа определенных людей, которых представляет. Какая группа, говори, какая группа. Пускай Александр Самуся расскажет. Я думаю, что прежде всего это те, которые были против избрания, если брать, скажем, по координационному, координаторам по регионам. Большинство, по крайней мере, которые были против. Потому что они все пели в один голос. Конечно, это же было уже сыграно четко. Да, там, конечно, были, которые просто не разобрались. Например, с Ростовской области, я думаю, бандерчики тут вообще не уйдет. Но то ядро, которое вокруг него установки сейчас сплотилось. Но это кто конкретно, фамилия? Ну, с Тульской, по-моему, области. Вот этот Антон. Гладченко. Гладченко. Пельменева Мария. С Владимирской области этот мужик все время сидит такой суровый. У меня вопрос такой. Было бы хорошо, если бы члены ФКС для начала и вот эта инициативная группа вообще бы рассказали свою биографию, выложили, когда не прочитали книги, сколько они книг прочитали. Вот это было бы хорошо знать. Потому что для того, чтобы заявлять, такие громкие заявления делать, надо народу-то вообще сказать, хотя бы на словах, что я прочитал 10 книг, я был там тогда-то, тогда-то, в то-то время. Потому что складывается такое впечатление, что люди до конца книги не читали. 5, 6, 7. Вот складывается впечатление, что не читали книги. Подожди, а вот у нас сосед же сказал, что будет написано 9 искренних книг. То есть мы пока придерживаемся 9 книг или все-таки 10? Я предлагаю 9. 9. Ну, допустим, 9 книг. По 9 написано. Восьмой, две части. Восьмой, две части. Десятая. Десятая книга, это и есть девятая. Если посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Написано 8 книга, первая часть, вторая часть. И она считается за одну книгу. Ну, все тогда принимается. Конечно. В девятой книге, частей 20, так может быть, пока написано. Да сколько? Все понял. Еще родовыми поместьями, родовыми поместьями будут писать эти книги. Ребята, вот сейчас до меня дошло, почему так сделано. Вот этот отрезок темных сил, вот смотрите, вот эта восьмая часть, девятая умышленно как бы пропущена, десятая. И вот это мы должны, чтобы осознать десятую книгу и выйти на уровень десятой книги, мы вот этот отрезок должны пройти, осознать его. Перескочить ли ли, или умом, своим сердцем, душой понять вообще, что тут написано, потому что только это является мостиком. Или тот же вот эта самая притча о шаре, да, о свече, что вот этот берег пропасти и этот, тут надо шар, что все садятся и перелетают, но вот свечи, свечи. То, что Майя Ладилова ругалась в чате, про свечу она потом упомянула, когда нарезка там разговаривала. Что может не хватить одной свечи, да? Да, что вы сидите и себя только обогреваете, а свечей-то не хватает, осталось. Эту тему у нас в поселении поднимал такую тему, что понятно, на поместье хорошо, красота, вот я, допустим, отдыхаю, ну прелесть просто, но никуда не хочется ехать. Но надо ехать, заниматься, информационная война ведется, миллионы людей гибнут на данный момент. Надо ехать, будить ведрусов, спасать, заниматься там, как Сергей Короленко, вести там караваны, автопробеги, распространять информацию, как он выступает, молодец, благодаря его инициативе, да? Виталий Злобин, который забросил все свои дела. Виталий Злобин, да, сколько вы за последние вот несколько месяцев, вы тысячи человек познакомили с этой идеей. Это очень круто. То есть люди, которые вообще не знакомы. Смотри, вот Самохин еще такую вещь сказал, я послушал съезд, я еще буду слушать, конечно, отдельно, по частям, он еще такой учитель, что, когда говорил об отделении родовых поместья, тема отдельная, двенящие китры, типа тема, что не все же в родовых поместьях будут те, которые читали книги. Так вот. Это плохой образ. Вот надо обязательное условие, если человек идет в родовое поместье, обязательное условие, он сдает экзамен, я хочу даже это так назвать, по книгам, вот эти звенящки для России, потому что эти книги меняют сознание. Мне понравилось. Если человек приходит с неизмененным сознанием, он из этого родового поместья, из этих поселений сделает деревню. Во-первых, я вспоминаю вот этот съезд, когда было предложено голосовать за Путина. Два вопроса ставили. Либо мы поддержим Путина, либо не поддержим. Не было вопроса, что... Почему-то мы будем выдвигать своего кандидата. Второй момент. Когда нашелся человек, взял ответственность на себя, имеющий опыт на выборах уже, да, и он говорит, я готов, есть инициативная группа, и какое право мы имеем ему мешать вообще. Это вот местное РО, оно выбрало человека, оно имеет право в президенты назначить. Все, всем было объявлено. Я там почувствовал прям противодействие. Противодействие команде Марины Копенкиной. ФКС конкретно тормозил работу вот этого решения, чтобы выбрали, Копенкину поддержали. Денис Толокатев, она, по-моему, была за Марину, если я не ошибаюсь. Я не думаю, что все посвящены ФКС и истинное намерение Александра Самохина. Просто мне сейчас опять пришло понимание того, что это давно уже спланированное действие. То есть Самохину прочат под дивидендой, что ты будешь руководителем партии, а так если это будет партия власти, то ты пойдешь и дальше. Может, там вплоть до президента, кто его знает. Хотя это вообще полный бред, конечно. Я не думаю, что Саша настолько себя высоко ценит, но он не президент. Неблагородство, ничего нету, поведение его, суета сплошная. Туда-сюда ходит, что-то двигает постоянно. Какой он президент-то? Вот, в принципе, его купили, как книги вируса, на пустулу. Энергия власти самая сильная. И вот он на это повелся. Если не того хуже, если он вообще заслан казачок. Может, он внедрен. Да нет, ничего, у него жена очень такая крутая. Мы же у него на поместье ночевали тогда. А, ну вот, кстати, да. Я считаю, что... Жену я его вообще уважаю. В руководстве не должно быть людей, которые себя скомпрометировали, скажем, судами с соседями. Потому что это компромат. По поводу всех этих инициатив по изменению устава. Значит, однозначно, если мы партия народовластия, родная партия, движения в партии, я считаю, по сей день нет. Только по одной простой причине. Что она не является, по сути, партией народовластной. Она такая же, как партия КПСС. Ничем не отличается. То, что есть люди, которые могут решать за всех. И более того, на съезде было видно, что было оказано давление на людей. Им не давали слова. Их не регистрировали своевременно. И тут уже видно, какие-то цели преследуются. Мое мнение такое, на сегодняшний день, поменять ФКС, тех, кто противодействовал Марине Копенкиной, всех поменять, без разговоров. Приостановить членство точно. Вот просто их нейтрализовать. Нет, зачем. Они могут делать добрые дела в партии. Но на данный момент нужно выбрать новых членов, кто поддерживал и поддерживает идеи извиняющих кедров России. Потому что это родная партия. Оттуда произошла. То есть идея извиняющих кедров, это основные идеи, которые родная партия должна поддерживать. И писать в устав, как Путин сказал, что про Крым забудьте на века. Даже больше об этом не запоминайте. Что извиняющие кедры отдельно от родной партии. Или родная партия отдельно. Просто как только ты сказал это, ты автоматически исключаешься. Все. Конец текста. Не зря извиняющие кедры даже на флаг подняли. Кстати, там Самохин говорил, ну символика она еще не все значит. По символике вот так. Опять вопрос поднял. Послушал. Ну да, ну ладно, символика пускай остается. Еще есть момент, который мне резанул прям. На видео после съезда, где Александр Самохин постоянно его в видео указывает, что он руководитель партии, что он представляется, его называет. И он никак не реагирует на это. То есть он соглашается с тем, что он руководитель партии. Я считаю, вот в книгах написано четко, там нет руководящего центра. Нет центра сбора денег. Это все, как бы, ну решает РО, региональное отделение на местах. И это решение, которое является волей народа, для того, чтобы должен выполнять, в данном случае был ФКС выполнять. Но ФКС надо, я считаю, в партии структуру поменять. Должен просто быть орган, который будет выполнять волю народа. Ну это и есть ФКС на данный момент. В книгах написано, что этот орган, ФКС, будет наемный, и он будет оплачиваться. Там должны быть профессионалы. Просто хорошие исполнители, офисные сотрудники, юристы. Которые не оказывают давление на народ, а просто выполняют волю народа. Вот и все. И не имеют никакой власти. Поменять членов ФКС. Я считаю, что ФКС, или по крайней мере, какие-то органы, должна быть включена Владимир. Да, должна быть включена. Обязательно должен быть контроль с определенной, скажем, Владимиром. После такой ситуации, да. Я, если раньше в этом сомневался, теперь я в этом уверен. В уставе нет раздела о культуре. Я нашел, лично я нашел только три упоминания слова культура в сочетании физическая культура, первокультура и что-то еще. В программе родной партии нет раздела о культуре. Вообще, а культура, как вот президент Владимир Владимирович Путин сказал на форуме, когда он удивился, что всего лишь 1% проектов посвящен культуре, он сказал, ребята, вы что, это недоработка. Культура, это наша идентификация. Культура, это мы все, все, это все. И это корень вот всех вот этих бед наших, потому что это фундамент. Культура и возвращение энергии любви всеми. Да, и второе, нет возвращения любви, Об этом, кстати, многие на съезде говорили вслух, но это было проигнорировано. Я вообще не понимаю, зачем такой съезд собирать, собирать людей со всей страны кто будет, да, чтобы вот это приехать и чтобы слушать каких-то таран. Короче говоря, я бы вообще, я бы иск выдвинул против Самохина и ФКС, материальный, за эти самые деньги потрачены бездарно. и стремятся бездарно. Продолжение следует... Продолжение следует...